добрый день меня зовут ольга придухина я врач акушер-гинеколог я врач ультразвуковой диагностики являюсь автором книги как быстро забеременеть и этот следующий урок кто не смотрел первые уроки я вам предлагаю посмотреть то есть этот урок уже для 5 в первых уроках я старалась максимально вам рассказать про то сколько должен длиться цикл как правильно подготовиться к беременности что же такое все-таки психологическое бесплодие потому что очень много женщин задавали вопросы как правильно считать овуляцию все эти вопросы я пыталась открыть первых четырех уроках сегодня же давайте перейдем уже пора данном перейти к методам обследования и что же нужно делать когда беременность не наступила более года до 35 лет при регулярных половых контактах два-три раза в неделю без предохранения когда пара у пары два-три половых контакта без предохранения в течение года беременность не наступила это до 35 лет да то есть вот год до значения год нет беременности нужно уже обращаться к врачам чтобы выяснять в чем же все-таки причина и соответственно полгода до если за полгода не наступила беременность в возрасте более 35 лет так как уже значительно уменьшается репродуктивный потенциал женщины до возрасте 35 лет поэтому тоже нужно уже обращаться к специалисту что же нужно делать но во первых конечно же необходимо найти уже гинеколога до которому вы можете доверять и который вас будет обследовать про все то что я буду говорить сегодня да и в следующих уроках и соответственно начинаете обследоваться безусловно гинеколог должен у вас собрать полный анамнез да так сказать то что у вас было то есть обязательно нужно вспомнить когда у вас начались менструации сколько дней тут до в каком количестве то все то что мы уже с вами проговаривали вначале были ли у вас вообще беременности если были чем закончились до обязательно желательно по годам надо затем были ли у вашего мужа от которого вы сейчас планируете беременность до партнера дети до самостоятельной были беременности ли также со вспомню с помощью то вспомогательных репродуктивных технологий это все обязательно нужно рассказать затем были ли какие-либо половые инфекции пролечены или нет тоже очень важно я про них тоже буду обязательно рассказывать следующем уроке поэтому вы обязательно его посмотрите это тоже будет очень важная информация но и затем конечно были ли какие-то операции гинекологические да что-то болело что-то беспокоило и вообще что с этим нужно делать сегодняшнее видео дальше хотелось бы посвятить такому стандартному комплексу да то есть безусловно в каждой вашей ситуации если мы говорим про бесплодие да когда длительное время не наступает беременность в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально это очень очень важно но сейчас я хочу вам рассказать вот такой вот комплекс который нужно обязательно пройти всем женщинам и тем кто планирует беременность да и тему кого все-таки беременность долгое время не наступает а то есть такой минимальный перечень анализов которые и обследований которые необходимо пройти ну значит что прежде всего нам необходимо то есть обратиться к гинекологу гинеколог уже у вас возьмет обязательно во время осмотра гинекологического мазок на флору мазок на онкоцитологию и мазок на инфекции передающийся половым путем даже если у вас никогда вы даже не подразумеваете что чем-то могли заболеть да все равно мы такие мазки обязательно берем потому что есть скрытые формы инфекции и к сожалению они тоже достаточно распространенные да то есть когда были какие-то симптомы я вам сегодня расскажу про эти симптомы но соответственно вы еще плюс заболели или считали что эти симптомы как раз похожи на урви грипп принимали какое-то лечение не долечились то есть вот те самые симптомы сняли но это не значит что полностью избавились от инфекции да поэтому обязательно вот важно взять эти все инфекции мы называем их методом пцр до которые передаются половым путем следующем видео я вам обязательно расскажу про них какие просто необходимо нам с вами взять затем мазок на флору мазок на флору это кандидоз бактериальный вагиноз для нас это тоже все очень важно посмотреть потому что может быть часть сперматозоидов как раз гибнет уже в самом начале да не успев пройти просто в полость матку и найти ту самую яйцеклетку которая уже ждет сперматозоида ну и затем анализ на онкоцитологию да то есть всем женщинам обязательно раз в год репродуктивного возраста мы рекомендуем сдавать мазок на онкоцитологию для того чтобы предотвратить развитие рака шейки матки для нас это безусловно очень важно потому что все таки на сегодняшний день рак шейки матки это очень распространенное заболевание нам и к сожалению рак не болит да и женщин даже не догадывается что у них есть та самая предраковая предрасположенность поэтому такой мазок сдавать нужно его делают и в любом госучреждении да то есть бесплатно на приеме у вашего гинеколога вы можете этот мазок сдать затем обязательно сделать узи для того чтобы посмотреть состояние органов женской репродуктивной системы если у вас нет каких-либо заболеваний здесь я рекомендую где-то в средине цикла да то есть все про цикл мы уже с вами поговорили да как все считать то есть можно посмотреть предыдущие уроки а здесь в средине цикла мы делаем узи и смотрим как раз яичники да яйцеклетки созревают они нет на средину овуляции да точнее на средину цикла есть ли овуляции нет насколько хорошие эндометрии то есть как раз вот этим обследованием мы делаем смотрим за состоянием женских репродуктивных органов следующий момент который обязательно рекомендую женщинам это сдать кровь на гормоны безусловно даже если вы у себя не предполагаете тех и иных отклонений кровь на гормоны обязательно нужно сдать обязательно гормоны щитовидной железы это ттг т3 т4 и антитела к тпо то есть это тот перечень который необходимо сдавать когда мы говорим про бесплодие да и при какие невозможные собеременеть то есть очень часто из-за проблем щитовидной железой как раз таки женщина не беремене это долгое время и после того как только мы их решил назначаем правильное лечение очень быстро наступает беременность то есть про щитовидную железу никогда не забывайте если уже в гормонах найду то или иное отклонение тогда здесь я всегда рекомендую обратиться к эндокринологу и сделать уже узи щитовидной железы для того чтобы посмотреть состояние до щитовидной железы если в принципе гормонах все хорошо и все нормально этого делать не нужно да то есть это нам показывают гормоны да то есть обязательно узи органов узи щитовидной железы делаем если есть какие-то отклонения гормона затем гормоны женской репродуктивной системы это лютеин стимулирующий гормон так называемый лг фсг фолликула стимулирующий гормон и эстрадиол это гормоны женской репродуктивной системы которые необходимо сдавать женщинам да для того чтобы понимать насколько хороший репродуктивный потенциал да приблизительно как созревают яйцеклетки достаточно ли данных гормонов да для того чтобы созрели яйцеклетки очень хорошие до качественные которые потом могли уже сэвулировать затем это пролактин обязательно да я про пролактин уже много говорила потому что сейчас большое количество пациенток у меня у которых как раз проблема связана с повышенным уровнем пролактина и для нас это конечно целая проблема да потому что организм уже как бы находится в состоянии беременности когда значительно повышен пролактин и как я люблю говорить беременный организм уже не может забеременеть отсюда у нас начинаются проблемы с менструальным циклом да и различные нагрубания молочных желез и как следствие невозможность забеременеть затем кортизол обязательно до кортизол это гормон стресса поэтому мы всегда рекомендуем сдавать его с 8 где-то до 9 но обычно конечно в это время у нас значительно повыше тестостерон обязательно и дг то есть это те гормоны которые необходимо сдавать с 3 по 5 день менструального цикла да мы всегда рекомендуем с 3 по 5 натощак в утренние часы сдать вот этот комплекс гормонов и соответственно я всегда люблю брать и плюс щитовидной железы до чтобы не с не несколько раз делать уколов венную до заходить а чтобы нам все сразу забрать таким одним комплексом все необходимые результаты получить до из крови дальше конечно это прогестерон прогестерон это гормон который отвечает за эндометрий и безусловно мы его сдаем во вторую фазу цикла то есть после уже овуляции да я рекомендую обязательно его сдавать и конечно мы берем еще анти мюллеров гормон так называем амг для того чтобы посмотреть количество яйцеклета но про репродуктивный потенциал я поговорю в следующем уроке обязательно поэтому обязательно его посмотрите здесь еще хочу добавить то есть я еще раз перечислила те гормоны которые необходимы для минимального комплекса то есть если мы найдем то или иное отклонение то безусловно здесь мы уже будем копать дальше да и будем сдавать те или иные анализы добрать затем если гормоны стали следующее что необходимо сделать это планировать активно конечно беременность до обследовать мужа то есть это расширенная спермограмма смарт-тестами а также следующих уроках расскажу да про спермограмму и март-тест обязательно и конечно если опять беременность не наступает то уже задумываться о проверке проходимости маточных труб это называю так называемый метод гистеросальпингография она может быть двух видов и рентген методом и с помощью узи метода то есть этот и тот метод хороший я больше рекомендую методом рентген надо потому что делаются снимочки нескольких проекциях водится контрастное вещество до через полость матки стерильный катетер которые проходят по маточным трубам и соответственно мы видим до прошло контрастное вещество или не прошло ну и далее если уже все-таки опять беременность не наступает то здесь мы конечно будем рекомендовать и гистероскопию диагностическую это когда с помощью видеокамеры мы заходим в полость матки и осматриваем полость матки маточные устья эндометрии все ли хорошо и конечно опять же если нет никаких других проблем давным ищем проблему то это диагностическая лапароскопия когда уже эта операция когда уже делается в операционной большой да и с помощью видеокамеры до эндоскопическая операция через отверстие брюшной стенки мы вводим камеру вроде вводим инструменты осматриваем брюшную полость сверху через брюшную полость там матку все органы малого таза операция тоже очень хорошая многим женщинам она уже показана связи с тем или иным заболеванием но об этом конечно мы всегда уже решаем индивидуально с пациентками на кому она просто необходима но я вам желаю всего хорошего и увидимся следующем уроке а